Всем привет, вы на канале Паратоксис, мы продолжаем Кидронир и смотрите, какое большое количество буров я сделал за кадром, просто чисто, чтобы они добывали нам землю и мы побыстрее собрали клодиум для нормальных буров. Но сегодня, сегодня вообще не об этом. Вы помните вот ту штучку, которая лежит вот там вот сверху? Так вот, сейчас я её заберу. Да не, в смысле, в смысле, это просто, это просто как, это просто предмет, который там лежит и ничего больше. Нет, это, это просто пасхалочка, это не предмет, чёрт возьми. Ну да ладно, раз это не предмет, пойдём по другому пути. Кстати, помните, у нас возле Эмбер Крейдл, в самой начальной локации, была пещера и там пару пьедесталов. Так вот, я узнал, оказывается, это эти пьедесталы не просто так и на самом-то деле. И на самом-то деле в каждой локации есть некоторое количество артефактов, которые нужно положить как раз-таки на вот эти вот пьедесталы и тогда откроется какой-то секретный проход. Заинтригованно, не правда ли? Мы, в принципе, можем никуда не уезжать, потому что на этой локации, Милдюс Эквифер, есть тоже артефакты. И... судя по карте, артефакт находится, ну, примерно где-то тут. Я, честно говоря, даже не знаю, на сколько глубоко надо будет копать. Надо было каску взять, это ни хрена не видно. Боюсь даже представить, сколько-то времени может занять. Оно может быть технически даже не здесь, потому что я мог промахнуться по карте. Да еще и неизвестно, на какой она глубине. А у меня же тут где-то вроде карта была, а я... Я на этой карте... Да, я на этой карте отмечаюсь. То есть я, в принципе, могу пытаться стать в ту позицию, где должна быть эта штука. Это опять-таки так приближенно, вот... Вот где-то вот... Примерно вот тут вот. Ну, кстати, да, это не так уж далеко от того места, где я копал. О, да, я его все-таки нашел. Вот он, кубок. Найдено глубоко под землей. Размести это в пещере с другими реликвиями. Закидываем его в машинку, заграем инструмент и едем на следующую локацию. Так, вторая у нас локация. Это Дрэй Кьюри. И, судя по карте, где-то тут? Примерно. Прямо в самом очереди, окей. Вот же ты, я тебя видел, маленькая... Уф. Вот ты где. Череп? Окей. Снова закидываем в наш... В нашу машинку. А это, кстати, что? Это просто кубок. И давайте забираем все вещи и едем на следующую локацию. Так, следующая локация у нас Саус Хуб. И тут, я смотрю, у нас сразу уже две реликвии. Первая находится, вот если вот как-то от отсюда... Вот где-то идти вот сюда. Вот где-то тут. Да, тут, кстати, видно немножко горку. Я как раз на горке стою. Ну, вроде похоже на правду. А еще параллельно с этим у меня ужасно залагивали ресурсы. Куски земли застревали. А еще очищенные драгоценные камни. Самое интересное, что если куски земли я могу ударить с помощью кнопки ударить куски земли, то вот очищенные драгоценные камни я убрать не мог. И мне приходилось с ужасными лаками пытаться их положить в компрессор, чтобы уменьшить их количество. Я пытался использовать магнит, но как только я пытался его включить, игра сразу же зависала, и мне приходилось перезапускать. Восемь гребаных часов спустя. А, наконец-то, наконец-то я выкопал. Я выкопал реально тут целый карьер, чтобы найти эту штуку. Она вот лежит. И самое интересное, что я сначала начал копать вот тут вот яму. Потом решил, что по карте, типа, немножко я не туда копаю. Показалось мне, что мне нужно куда-то сюда копать. И оказалось, что она лежала, вот тут вот такой небольшой перешейчик был. И он ровно в этом перешейчике между двух ям был. Мне помогал пугало как раз-таки с раскопкой тут. Но вот она, вот она, наконец, вот она, реликвия крест. И я уже, на самом-то деле, следующее буду, скорее всего, использовать специальный алгоритм. На самом-то деле, есть прям целое видео, как найти все эти реликвии. И там прям написано, как найти каждую, там, просчитывая. Я даже отсюда потом начал в какой-то момент считать. Отсюда, типа, 13 нужно посчитать. Потом отсюда, вот, типа, 31 блок. И после этого 31 блока на 9 вниз нужно вкопаться. Ну, в общем-то, я и так его умудрился найти здесь. А вот следующий уже буду прям высчитывать. Так, следующая у нас точка будет где-то вот тут вот. Вот. Но я, опять-таки, ее уже буду высчитывать. От этого дерева идем вправо. 8 блоков. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Так. 8. Теперь нужно 32 блока вправо. Так, где-то вот тут вот, по идее. Окей. И теперь на 11 вниз нужно... Я, в общем-то, сейчас опять подзову пола, чтобы он мне помогал копать. Да, уж так процесс идет гораздо быстрее. А я не могу копать держи. В смысле? Что? Как так? Чего? Я не могу держи копать. В смысле? Походу нужно 3-го левела. Так, а тут нету 3-го левела. Че? Вот, вот, на этой, вот, 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 вот тут вот где-то, вот на этой глубине у меня примерно должна быть эта штука. Вокруг копать где-то. Вот, 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 вот она, вот она. Стрела или что? Да, 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 это стрела. Так, отлично. Реликвия, стрела. Эй, куда машина-то? Наречник поставил ее? Нармально, нормально. Кстати, пока ты тут, можно тебя припахать, пробежаться по всей карте, поискать сраную мою машину, улетевшую куда-то в космос. А, та самая? Да, та самая, которая улетела. Я просто не знаю, где она может быть. А, в ней же куча. А ты не думаешь, что она задеспавнилась? Да, по идее, не должна задеспавниться. Говорили, что при перезаходе в игру она просто падает. Че ты, слушай, я тут прям далеко, можно бежать. Вот она! Вот она! Ай! Машинка-машинка. А, в ней же куча ресурсов еще лежит, она же поэтому не летит. Да-да-да-да-да-да-да-да. Вот ты машинка, я ее все-таки нашел. А вы пробуете сеть? Да, я сейчас сяду и зареспавни ее куда нужно. Так, все, я сел, и теперь сброс. Во! Тут какое-то количество ценных ресурсиков есть. О, раскладышка твоя. Да, я уже себе шикарную кровать купил, улучшенную. Которую ты блоки отмеряешь, Карл. Так, слушай, мне спать не нужно в этой, в подземелье, потому что там и так темно. А там под водопадом что есть? В прошлый раз я проверял, не было. Сейчас можешь проверить, может даже что-то вдруг есть. Здесь нет секретов за водопадом, типа это просто водопад, уходи. Классно. Так, ну и судя по карте, тут на Эмбер Крейдл аж сразу две реликвии, что удивительно, да. И первая, ориентировочно где-то будет здесь. Я даже отмерять не буду, потому что как бы расстояние у нас вообще как бы здесь не глубоко. Да, да, примерно где-то здесь. Это стартовая локация настолько маленькая, что мы ее тупо всю сможем выкопать. Я думаю, что я пока вот эту вот предыдущую крест копал, я, наверное, весь Эмбер Крейдл мог бы выкопать за это время. Вон, по-моему, я уже ее вижу. Да, вот она. Реликвия, да, да, реликвия, подзорная трупа, именно. Следующий, следующий артефакт. Ориентировочно где-то вот тут вот. Вон, все, 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 я нашел, 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 нашел. И последняя реликвия, меч. Как же ее жизнь потрепала, капец. Ну вот, я, собственно, собрал все наши реликвии, которые мы нашли. Теперь можем... Так лучше. Теперь можем уже непосредственно переносить их в нашу пещеру. И вот последняя реликвия. Ага. Это сокровище. Окей. Допустим. И сколько оно стоит? Аж целых 68 тысяч. Серьезно? Это, это капец как мало. А мне вот интересно, сколько каждой из этих реликвий стоит по отдельности? А, угу, понимаю, нисколько. Окей. 68 тысяч монет настолько мало, что у меня сейчас какой-нибудь обычный драгметалл стоит 158 тысяч. Этой теме я решил посвятить отдельную серию, поэтому такая коротенькая вышла, но ничего, скоро будет полноценное. Ну и если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Увидимся в следующей серии. И пока. Субтитры сделал DimaTorzok